Капля лета Капля лета Капля лета Здравствуйте, Светлана! Вы там перечислили герои, перечислили, да, я думаю, не хватает Светланы Мятниевой, давайте мы с вами дополним. Мы сегодня, я думаю, что вы обещали нас фотографировать. Да, потому что фотография, как я говорил, это срез времени, подобный кольцам спиленного дерева. Вы знаете, вот поэтому, вот вы сказали, погода хорошая, солнечная, поэтому о фотографии это фотосвет, графу пишу. То есть сегодня прекрасное время для фотографирования, а мы с вами в студии. Но фотографируют же сейчас, например, да и раньше фотографировали и дождь, и грозу, и метелицу, правильно? Как умудрялись делать это фотографы вот тогда, когда не было таких технологий высоких, которые позволяют сейчас делать это? Ну, терпение, терпение. Все-таки фотография, когда аналоговые фотографии, да, когда она как бы с чего начиналась, там даже был момент, когда фотографы, значит, героя своего усаживали так, чтобы почти привязывали к какому-то одному месту, чтобы они не шевелились, потому что выдержка была несколько секунд. Вот, а сейчас одна сотая секунда, одна тысячная секунда. Да, щелкают сто раз. Да, насчет щелкают, да. Это как бы Александр Карпов, Саша Карпов, режиссер, как-то снял фильм и назвал «Фотограф щелкает». Я с ним ругался, я говорю, Саша, ну ты меня что, с щелкунчиком что-нибудь обозвал? Он говорит, ну ты понимаешь, помнишь, а куда же вы там, фотограф щелкает и птичка вылетает? Ну, птички-то не вылетают, но, по крайней мере, ну так уж и повелось. Вот французы называли не щелк-фотопарат, а клик-клак. Вы знаете, даже сейчас же не фотограф щелкает, а щелкает сам фотоаппарат, наверное. Вот я не знаю, мне кажется, что один раз, наверное, нажимаешь, а там столько кадров вылетает, потом только выбирай. Ну, это уже кино. Ну, скажите, вот легче или интереснее, когда было, до появления этих технологий или вот сейчас? Сейчас интереснее. Правда? Интереснее, потому что слишком много, это хорошо, слишком много коллег-фотографов. Конкуренция? Ну, это не конкуренция, это, ну, есть на что посмотреть. Бывает, вот я вот своим студентам, да, институт журналистики иногда говорю, они спрашивают, а как это? Я говорю, знаете, научить человека фотографии невозможно. Человек видит или не видит, человек видит хорошо, видит прекрасное, а некоторые видят криминалистику. Пусть будут все, но время отбирает. Говорят мудрые люди, что научить невозможно, можно только научиться. Правильно? Вот вы видите среди своих студентов, среди людей, которые хотели бы овладеть этим искусством, человека, который овладеет им? Есть блестящие фотографы, есть те, которые, как бы, вот, ну, из моих коллег, например, я не говорю пока студентов, чтобы не обнадеживать. Вот, Виктор Драчев. Блестящий. Вот он может прийти в любое, то есть, с любым другим, то есть, со мной, он сделает снимок, который будет отличаться и будет подписан Виктор Драчев. То есть, свое видение какое-то. Есть понятие почерк фотографа. Хорошо. Наверное, каждый фотограф, наверное, как каждый режиссер или как каждый писатель, и просто каждый талантливый человек видит жизнь как-то по-своему, да, значит, он берет какой-то другой ракурс. Что-то в глазах другое видит у этого человека, если он делает портрет? Ну, это зависит от того, кем он был там, кем он был рожден, что ли, от генетики. Я могу сказать, что вот вы сказали, что он и писатель, да, мы, как бы, фотокорреспонденты или фотографы, я не боюсь этого слова, это едины в трех лицах. Это и писатели, и режиссеры, и операторы. То есть, мы сначала придумываем ситуацию, потом ее режиссируем, и потом уже нажимаем на кнопочку, вот это, как бы, щелкаем. С одной стороны, вы придумываете, Юрий Сергеевич, а с другой стороны, у вас много, как и у других фотографов, много фотографий таких, которые, наверное, случайные, потому что что-то вы фотографируете, вот интересное что-то увидели на улице, раз, и кадры замечательные, и потом... Мечтаю, мечтаю увидеть на улице, на улице летающую тарелку. Не прилетают. Вы давно об этом мечтаете, я знаю, но почему-то кому-то другому везет, если не вам. Я всю жизнь свою творческую, с 1965 года работал в агентстве печати новостей, ну, это РИА Новости нынешний, да. И могу сказать, что у нас было 74 журнала в зарубежных странах, которые выходили в Америке, Англии, Франции, Японии, Германии, там все что угодно. И там были главные фотоочерки, то есть нужно было сделать, допустим, фотоочерк о семье комбайнера, например, или о семье секретаря райкома, тогда еще была компартия, да. Или я однажды сделал очерк о почтальоне из деревни Пронская, дом Нерогалевой. Вот я только вспомнила, да. Которая ухаживала за могилами и создала мемориальное кладбище. И на этот очерк откликнулся немец. Мы с ним дружим, кстати, до сих пор. Это в 1986-1987 год мне это было опубликовано. Это вы имеете в виду того человека, который помогал ей тоже? Он пришел, да. Он сказал, что он назначает ей пенсию при условии, если она получит эти деньги лично в руки. Такой возможности не было, и он принес, привез в деревню Пронской, Лезнинского района и Витебской области, привез в гуманитарную помощь две фуры всего, там одежда там была, и марсы, и снекерсы там сладкие там все было. Я помню, что вы рассказывали, что у него спрашивали, вы хорошо поняли правильно, что она укаживает за могилами советских солдатов. Советских солдат. Он говорит, да, да. Она говорит, человек хороший. Понимаете, вот он увидел ее лицо, и вот это достоинство фотографии. Я не говорю, не только мои. Это вот любая другая хорошая фотография, она имеет обратную связь. Знаете что, вот некоторые фотографы любят фотографировать какие-то катаклизмы, да. Некоторые делают портреты, кто-то любит фотографировать детей. Вот кого больше всего вам нравится или что фотографировать? Ну, катаклизмы, я не знаю, что вы имеете в виду под этим, но, конечно, есть криминальная фотография, я ее не уважаю. Пусть я дам будет для криминалистов. А я фотографирую жизнь. А жизнь... Причем, ну... Поль Элюар, это французский поэст, сказал, цель поэзии – полезная правда. Вот я думаю, что цель фотографии – это полезная фотография. Потому что можно напугать человека, конечно, он спать не будет после этого. А знаете, я сейчас подумала, вот как у Высоцкого в песне поется «Помните, за что аборигены съели кука». Ну, вот говорят, что было... Был такой обычай, и есть такая примета, что если съешь кусочек хорошего человека, то тебе вот это добро или ум, ну, чем он отличался, да, хорошим в жизни, перейдет. Вот Вы фотографируете таких замечательных людей и фотографировали. Вот как Вам кажется, это же в некоторой степени общение, да, и от этого общения всегда остается воспоминание, и остается, мне кажется, что-то от того человека замечательного, которого Вы фотографируете. Безусловно. Знаете, я могу сказать, ну, я против каннибализма, конечно. Я тоже. Вот, а я сейчас сделал, вот буквально в этом году закончился и продолжается в Академии наук серия портретов академиков и членов-корреспондентов. На втором этаже Академии наук находится. И вот 208 человек. Мне нужно было с каждым и поговорить. И сначала, когда меня пригласил председатель президиума Гусаков, он говорит, Илья Сергеевич, ну, вот мы пригласим Вас, 5 минут на портрет и следующего. Я говорю, нет, Вы знаете, я говорю, ну, 30-40. Конечно. Я говорю, так, чтобы сначала познакомиться. А то фотография на паспорт получится. Да в том-то и дело. Я вначале там изучил биографию каждого, тем более интернет позволяет этого. Мы с ним уже, я задавал им те вопросы, которые близкие им. Они открывали такие глаза и говорили, каждый там, а академики, они не такие маленькие, как члены-корреспонденты, например, да. Там за 80-х, он говорит, ой, Вы это знаете. Я говорю, я читал про Вас, да. И он делает такое удивленное лицо, мне только оставалось... Щелкнуть, как сказал Ваш коллега. Щелкнуть, как сказал Ваш коллега. Нет, это Вы сказали. Скажите, вот как можно действительно сфотографировать человека так, чтобы показать его внутренний мир? Или вот как нам, женщинам, всегда хочется, как в той песне у Пугачевой, ты сними, сними меня, фотограф, так, чтобы никто не видел, что я там несчастная, или какие-то у меня мысли, может быть, такие, которые я прячу где-то. Чтобы я была красива, молода, хороша собой, и чтобы все видели, что я счастлива. Можно так сделать или нет? Вот над этим мы все задумываемся. Знаете, все бывает, как есть белорусское слово. Я, к сожалению, приехал в Белоруссию, и белорусский язык не учился, зненадского, да? Это невзначай. Вот невзначай. Ну, могу сказать, что... Вот дайте мне слово, придете в мою студию, и мы сделаем портрет. Вам я доверяю. Да, спасибо, да. И мы сделаем, тогда я вам расскажу более подробное. Я тогда посмотрю на себя, наверное, да, и точно скажу, что получилось у вас. А как это получится, можете спросить, вот 208 академиков там, как бы, может быть... Я думаю, что они все ушли от вас довольны. Нет, практически да. Знаете, даже больше того, там, я им фотографии дарил, потом они мне звонили, приходили, и кое-кто, с кем мы сейчас встречаемся, это уникальные люди. А с уникальными людьми приятно встречаться. Это, знаете, вот вы правильно сказали, что есть... От каждого человека идет какая-то энергия. Энергия взаимопонимания, энергия добра. Энергия, которая, как бы, она застывает фотографии. Я бы даже сказала, может быть, она застывает, но я бы даже не так сказала. Она остается, наверное, там, и излучает, продолжает она излучать эту энергию, правда? Иначе не ходили бы люди на выставки фотографов, правда? Потому что выходишь с этой выставки наполнены именно этой энергией. Ну да, ну, дело такое сложное. Я знаю, что вот, например, там некоторые программы по телевидению, там, экстасенсы, они могут даже прочитать эту фотографию. Ну, не знаю, может быть, это мистика, может быть, они шарлатаны. Но, по крайней мере, добрые фотографии, она... Отличает от злых. Она живет. Да, она живет. Вот скажите о своих проектах. У вас было в жизни очень много проектов, правильно? Вот какой проект, может быть, ваш, вам больше всего понравился, остался в памяти, и какой из них вы больше всего цените? Ну, вы знаете, я могу сказать, я очень доволен, когда вот после Чернобыльской катастрофы я сделал фотовыставку «Белоруссия и Чернобыль». И она поехала по всему миру. Она была в Японии, в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, была в Музее современного искусства в актспорте. Вот. И могу сказать, что вот я получал такие обратные, знаете, мой коллега, к сожалению, он ушел, это Игорь Костин из Киева, который снимал вот эту ужасы этой катастрофы. Я показал нет, я показал в глазах. То есть я, допустим, если я фотографирую операцию хирурга, я не фотографирую там его руки, которые там... Что-то делают? Что-то делают. Я фотографирую его глаза. Потому что в глазах больше выражение смысла происходящего. И вот это у меня выставка «Белоруссия и Чернобыль», она, хоть я там и летал на вертолете, над этой самой тысячекилометровой зоной, да, вот это все-все-все. И могу сказать, что в глазах людей, которых я встречал, именно вот эта трагедия, она отображена. Но она не упадническая. А с надеждой. А люди, которые выживают. И там как бы вот эта выставка, ну, вот этим я горжусь. Я помню, там есть... Причем, извините, так получилось, что у меня, когда у меня выставка была в Германии, в городе... О, сколь рост. Потому что это потому, что у вас было очень много выставок. Сори, да, нет. И эту выставку у меня немцы решили купить. Я говорю, нет, я говорю, вы знаете, выставка посвящена Чернобыле, и это все деньги, а там хорошая сумма была. Перечисляется фонд. Я перечислил фонд Чернобыля, да, и я вот этим горжусь. Там у вас есть фотография, просто я помню, маленький ребенок, то ли девочка, то ли мальчик, с такими глазками. Вот, 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 да, там она была... Сейчас это уже взрослый человек. Юлия Гончура, да, это из деревни, которую снесли, деревня Чудяны. Вот, поэтому здесь, как бы, фотография, она, как бы, должна быть щедрой. Понимаете? Потому что если ты делаешь, если ты, как мой коллега, корреспондент агентства печати на Устину, Борис Владимирович, говорил, Юр, мы работаем за идею, а деньги приходят сами. А это правило, кстати. Ну, иногда не приходят, но ничего страшного. Значит, в следующий раз придут. Но все равно, мне кажется, как раз-таки и нужно работать только в том месте, в котором тебе нравится работать, и в котором ты тогда и будешь успешен. Потому что, вот, мне кажется, что это залог рабочего счастья, скажем, такой, творческого... Я называл себя склерозиком. Нет, я вспомнил город Швебешхал. Швебешхал в Германии, да. Нет, просто, как бы, ну, поток информации, что вот здесь вот и звукорежиссера, и вот и Саша смотрит на меня. Мы вас внимательно слушаем, потому что интересный очень рассказ. Спасибо. Вы, у вас еще есть... Как это Райкин говорил, если прислонить к теплой стенке... Стенке, то со мной еще очень даже можно поговорить, да. Это точно. Это не про вас. Вы знаете что, вы еще сейчас готовите выставку к столетию Великой Октябрьской революции. И у вас есть очень много разных материалов интересных. Я сказал по секрету, сказал, ну что такое, вот радио, ну ладно. Это радио, вы должны быть готовы. Да, действительно, я сейчас перебираю свои архивы, потому что архивы у меня пленка аналоговая, и я нахожу там такие кадры, которые, ну, то есть, просто откровение, понимаете. Вот была вот та самая жизнь, в которой жили мои мамы, папы, к сожалению, их нет, и я хочу сейчас это показать. Так что, пожалуйста, даже заранее, она откроется 25 октября в галерее Университета Кулина. Культуры и Искусств, там, где я работаю. Я работаю сейчас в Университете Культуры и Искусств. Вот, и мне, как бы, там Юрий Павлович Бондарь, прекрасный ректор. Он, знаете, вот отношение к фотографии, а к фотографам, как он относится, дай бог, к каждому. А это подстегивает все-таки на новые подвиги, на новые идеи. Ты знаешь, что ты осуществишь эти идеи. А он доверяет, да. Я вам скажу, вот у меня была выставка о неизвестной фотографии Мулявина. Выставка прошла, и фотографии, там метра на полтора большие фотографии были. Я говорю, Юрий Павлович, вот что будем делать? Он говорит, ну, давайте сделаем аудиторию Владимира Мулявина. Я, значит, пригласил своих друзей, архитектора Шабалина, художников, в общем, люди, которые, Федор Боровой там поэт написал стихи, и мы сделали проект. Я говорю, Юрий Павлович, это ректор Бондарь, я говорю, давайте я вам покажу проект, и все. Он говорит, присоединяйся, работайте. Я приду с ножницами, ленточку разрезаю только. И он действительно пришел на открытие, он доверяет. А если нам доверяют, фотографам, ой-ой-ой. Понимаете, сейчас вам, конечно, невозможно... Мы столько добра. Да, невозможно сейчас вам не доверять. А вот если вспомнить, отмотать назад несколько десятилетий, когда вы только начинали, как к вам относились? И вот встретился вам в жизни именно такой человек, который доверился вам, молодому фотокорреспонденту, и это послужило толчком вот к успеху вашему? Ну, знаете, да, вот мне повезло. Мне повезло всегда на начальника. Вот меня в администрации печати новости пригласили работать, и мой коллега, Михаил Петрович Анандин, это военный корреспондент Камжемольской правды, мой друг, старший, замечательный человек, он меня туда и порекомендовал. И Борис Сергеевич Бурков, председатель правления АПН, когда встретил, он сказал, вы знаете, для меня Белоруссия, то есть, знаете, вот когда человек сказал, что Белоруссия, говорит, это такой остров надежды, и мы на него, и мы вам доверяем. То есть, я говорю, спасибо большое, у вас какие-то проблемы есть, спросил он, а там можно было там попросить квартиру, там, то есть, зарплату, там, все-все, я сказал, никаких проблем. И правильно сделал. Потом все, ну, как у Булгакова, помните, никогда не просил тех, кто сильнее вас дает. Да, сами придут и все дадут, да. Приходят. Ну, теперь уже, да, конечно. А помните свою первую фотографию? Что это было или кто? Ну, это было, я-то, в 10 лет мне подарил фотоаппарат любитель, я сделал первую фотографию, мы поехали с ним, и там был такой призавод, военный завод, на котором он работал в городе Уральске, подсобное хозяйство. Ну, я как сейчас, я помню эту фотографию, машина, грузовая, и стоит группа людей. Ну, в общем, во-первых, это была пленка 6х6, получилось, и уже вот с этого, может быть, все началось. Это какой год был? Это 1949 год. Здорово. 10 лет, я старый человек. Нет, вы не старый человек. Спасибо. Вы, конечно, вас можно назвать легендой, но вы красивый мужчина, вы личность такая... По радио видно, нет? Видно. А нас снимают, и наши радиослушатели в YouTube на нашей странице, да, конечно, могут посмотреть весь наш разговор и посмотреть на вас тоже, и полюбоваться. Конечно, да. Да, хорошо. А вот дома, в семейной обстановке, кто вас фотографирует? И есть ли кто-то из ваших родных и близких, которые, в общем-то, станут преемниками вашего мастерства? Нет, к сожалению, нет. У меня внучка, она окончила Академию искусств, Даша, да, и как бы она уже, она тоже фотографирует, но у нее другой взгляд. Она, правда, художник, она дизайнер, и у нее это лучше получается. Но все-таки что-то передалось. Вот тот же Виктор Драчев, да, который я попросил, я говорю, Витя, я тут как бы, вот если уже секреты выдавать, вы мне выставку, да, давайте так, значит. Вот издатель самостатской литературы в план поставила мою книгу, я уже ее написал, и фотография, и нужна была фотография. Я говорю, Драчева, я говорю, Витя, сделай карточку, сделай, 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 он говорит, хорошо. Вот, и вы спрашиваете про секреты, значит, как это все, он подошел мне, я говорю, Юра, ну вот здесь вот, давайте здесь, вот здесь свет хороший, все, говорит, я смотрю на него, думаю, пока готовится, он говорит, Юра, я говорю, да, он на высоту, Юра, сделайте умные лица. Неожиданная просьба к вам. Вы знаете, я на него посмотрел таким взглядом, понимаете, лучшая фотография. Обычно актеры в данном случае умножают трехзначные числа между собой. Нет, 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 и получился прекрасная фотография. Как это удалось, я не знаю, но это Драчев, он смоделировал ситуацию. Скажите, вот интересно, обычно, вот говорят, сапожник без сапог, но я думаю, что у вас дома, наверное, и на даче, если она есть, в общем-то, наверное, много фотографий на стенах. Или я ошибаюсь, или они все где-то в альбомах лежат? У меня вот, я уже говорил, университет культуры и искусств, у меня есть там студия, все там, и все фотографии, и те, которые, все негативы, я туда, кажется, все. Ну, это рабочий момент, но все-таки родным и близким иногда, наверное, хочется тоже посмотреть ваши работы или похвастаться вами. Кто-то приезжает в гости, должно же и дома что-то быть. Вы дружите с интересными людьми, кто-то приезжает из других стран, из других городов. Ну, Свет, я могу сказать, что это выручает интернет. А, ну да, в общем-то, да. А, фейсбук, да, пожалуйста, я там печатаюсь. Могу сказать, что это самое, когда приходят гости и дают листать семейный альбом, это такое скучное занятие. Ну, у вас непростое, наверное. Нет, ну, я думаю, что... Нет, я доверяю сейчас интернету. Почему? Я бы посмотрела вот такие фотографии, о которых мы с вами говорили вот за кадром, да, вот, когда вы сказали, что готовите выставку, посвященную столетию революции, да, вот я вспомнила те фотографии старые, когда мужчина и женщина, скажем, да, муж и жена или влюбленная пара, она сидит на стульчике, он стоит и держит руку на плече. Вот это классическая такая, да, модель, скажем, как сейчас фотографируются люди? Как угодно, как захотят. Или вот вы сами предлагаете им, как вы сказали, режиссируете вот этот кадр? По-всягому. Нет, вы знаете, если я фотографирую, допустим, портрет человека, да, я добиваюсь его... Ну, вот, Леонардо да Винчи добился взгляда Мона Лизы, да, и вот я поэтому пытаюсь как бы тоже... В каждом человеке есть алмаз, есть бриллиант, есть... Ну, что-то есть, понимаете, есть что-то внутреннее. Вот это нужно как бы достать, достать. Мне кажется, в каждом человеке все есть. Помните, извините, вот хочу рассказать о случае Леонардо да Винчи, вы вспомнили, когда он писал «Тайну вечеру», и ему осталось написать только Иуду. И вот он два года искал натуру, и, наконец, он нашел натуру, нашел человека, такой полуспившийся человек, где-то в пивнушке какой-то, он подсел к нему и говорит, я буду писать с тебя Иуду, если ты не против. Он говорит, пожалуйста, а вы меня уже писали. А кому, говорит... Иисус Христа. Иисуса Христа. Я помню эту историю. Да, это такая история, от которой мурашки просто идут. И я думаю, что вы тоже, как настоящий художник, видите, наверное, в человеке даже больше, чем он сам видит. Вы как рентген где-то, вас не боятся, Юрий Сергеевич? Чуть-чуть, чуть-чуть так, как специалиста, потому что когда вы смотрите, вы же смотрите профессиональным взглядом. Может быть, кто-то меня боится. Не бойтесь, я хороший. Я могу сказать, что вот у меня была встреча с Татьяной Коломийцевой, дирижером Народной Оркестки Белоруссии, дирижером Оперного театра, симфонического оркестра. Однажды я пришел к ней, значит, по заданию агентства печати и новости, нужно было сделать на ней фотоочерк, и я говорю, Татьяна Михайловна, я говорю, вот... Она говорит, нет-нет-нет, я не фотографируюсь, я достала из шуфлятки, там у нее там в оперном театре была фотография. Вот, смотрите, вот это Баба Яга, вот это Кощей Бессмертный, вот это... Она повернула, говорит, вот смотрите, это Коломийцева в гробу, я испугался. Да, вот это тут, вы знаете, я говорю, давайте так, я говорю, я сфотографирую вас, а если не получится, я говорю, порвем фотографию, нет ничего, ну, на том и согласились. Ну, в общем, короче, потом, когда я уже принес ей уже отпечатанные фотографии, там было пять или шесть фотографий разных, черно-белые и так далее, это было давно, 70-е годы. Она говорит, ой, а вот эту можно, а там последняя фотография, финальная, когда финал, она держала две руки соединенные с дирижерской палочкой, и глаза у нее были прикрыты, и она как бы возносилась. Вот эту, говорит, можно сделать маленькую? Я говорю, хорошо. И что она сделала? И потом мне рассказала Лидия Ивановна Ряженова, это директор музея, пришла, меняли удостоверение, и она привезла эту фотографию. Ну, у нее не взяли, конечно, ее. Татьяна Николаевна, здесь же глаза закрыты, она говорит, зато здесь я. Душа открыта, правда? Вот что такое фотография, которая ей понравилась. Я считаю, что это, тем более, если женщине понравилась моя фотография, я на вершине счастья. Спасибо огромное. Юрий Иванов, замечательный художник, мастер, фото, корреспондент, ну, это, я не знаю, можно назвать, я бы вас назвала просто мастер, знаете, как мастер и Маргарита, вы мастер. Да просто хороший человек. И просто хороший человек, с которым очень приятно общаться, и мы даже сегодня, вот, вопреки нашим правилам, даже не делали музыкальную паузу, потому что, ну, невозможно. Как это так? А вот так вот невозможно с вами расстаться как-то хотя бы на три минуты. Жалко времени потерять, поэтому спасибо огромное. Я надеюсь, что вы придете к нам еще, может быть, даже после той выставки осенней. Обещайте, хорошо? Спасибо. И я желаю вам, чтобы все в вашей жизни получалось так, как вы и задумали обязательно, потому что от этого зависит не только, наверное, ваша жизнь, а даже и наша. Спасибо, девочка. Спасибо огромное. Шановные собры, наша программа протягивается. Мы с вами до 15-ти годин. Субтитры сделал DimaTorzok